Здравствуйте, добро пожаловать в Екатеринбург, на Екатеринбург-арену. Финал Кубка России, путь премьер-лиги, ответный матч. В Москве было 1-1, а как будет сейчас, узнаем. Кстати, команд вызвали вопросы, долго шел видеопросмотр, удар обликов, а добивали гол! Гол за болотный мяч в воротах. Арбитры пока... Нет, нет, вот теперь не пока, вот теперь пока, говорит боковой судья. Было положение вне игры в последних пяти матчах, три мяча и результативный пас. Фаниль, напомню, автор победного мяча города Спартака, у нас Антон Заболотный. И наоборот, когда соперник с первой же превышен, но вот оно, вот ошибка Эмерсона. Заболотный Мендес, Медина, гол! Медина, гол! И вот еще один компонент, о котором мы не могли не упомянуть. Ошибки, ошибки, которые в таких матчах нужно умножать на 2 и на 3. А все началось опять с активности Антона Заболотного, который позволил Эмерсону себя обокрасть. А все остальное, все остальное, конечно, тоже могло не произойти. Юшинский удар поймал Акинфеев, а удар на единый нет, разве никто? В лут падает штрафной в видеоассистенты. Но я сразу же подключил... Это пенальти! Это пенальти, пенальти! Сейчас цепляется в экраны, кто-то, может быть, отворачивается. И так в лут сам заработал и сам забил. И эта дружба, она переносится у них на футбольное поле. Они очень часто пасуют друг другу. Чалов, гол! 2-1, ЦСКА снова выходит вперед. Вот оно, доказательство. А передачу кто делал? Не Обликов ли? Обликов! Повод. Ну а Федор Чалов. Федор Чалов в атаке отличается. Это называется на дело Сенслава Марина. А ворот-то пустые! Игорь Акинфеев забивает! Нет, не забивает. Ворота летела в ворота, не будь добрая в лута, он бы долетел. Все! Все, ЦСКА в суперфинале!